Ага, давайте, да. Все, Андрей, можно рассказывать? Да, да, я включил запись. Так, сегодня я расскажу про развитие self-supervision и representation. Соответственно, у нас существует четыре основных типа обучения. Это обучение на размеченных данных, когда у нас для каждого объекта есть ответ, и мы пытаемся по описанию объекта предсказать ответ, строить алгоритмы, точнее, которые предсказывают нам по описанию ответа. Обучение с численно размеченными данными, когда у нас есть ответы только для части объекта. Здесь мы, в принципе, тоже строим алгоритм, который по описанию предсказывает ответ, но также нам здесь помогают какие-то вещи о структуре данных в общем. Обучение по неразмеченным данным – это когда у нас нет разметки, просто объекты, по сути, их описание, мы пытаемся найти какую-то выяснить структуру, найти структуру этих данных, это решение задачи кластеризации или понижение размерности. Ну и сейчас вот в отдельный класс выделяют самообучение, SEO-Supervised Learning – это когда у нас, по сути, тоже есть неразмеченные данные, и мы придумываем каким-либо образом автоматическую разметку на них, для того чтобы уже решить какую-то… с помощью этой автоматической разметки мы решаем уже Supervised Learning задачу и получаем хорошие какие-то представления объектов, которые потом можно использовать в других задачах, совсем не связанных как бы с изначальными. Вот. Ну и, соответственно, интерес вообще в SEO-Supervised Learning появляется оттуда, ну, появляется оттуда, ну, появляется оттуда, что у нас есть много, огромные массивы данных, которые неразмечены, и нам хочется как-то их использовать. Вот. Ну и вот один из способов – это SEO-Supervised Learning. Немного терминов основных. У нас есть предварительная задача. Это задача, полученная искусственно, где у нас придумываются автоматические метки, которые… обучение на которых позволяет получить хорошие какие-то представления объектов. Псевдометки – это вот как раз метки, полученные автоматически. И последующая задача – это задача, на которой, получается, проверяется качество полученных представлений. Обычно вот полученные представления проверяются, там, на них обучается уже какая-то простая модель по логистической регрессии. То есть задача, цель предварительной задачи – это построить такие представления, чтобы в них уже объекты были неинразделимы, например. Пойдем дальше. Приведу несколько примеров, известных нам из обработки естественного языка. Это вот в первую очередь вверх, наверное, всемизвестная модель, когда у нас есть неразмеченный корпус текстов, и мы придумываем искусственную разметку. Давайте предсказывать по основному слову «соседнее» или, наоборот, по соседним словам «основное». Собственно, обучаем простую нейросеть и получаем эффекторное представление слов, которое можно уже использовать в других задачах. При этом эти задачи никак могут быть не связаны с основной, ну, точнее, с задачей предварительного обучения. Ну и уже там современные какие-то методы, когда у нас решается задача маскирования или Next Sentence Prediction, архитектура Берджи, ПТ-2 и так далее. Ну, а дальше я немного расскажу про развитие Self-Supervision, и здесь будут в основном примеры из картинок. Изначально Self-Supervision развивалась так, что надо было поставить какую-то предварительную задачу, вот, и первые статьи были про то, как ставить эти задачи, как придумывать метки и так далее. И вот одна из первых статей – это предсказание контекста, ну, обучение представлений на основе предсказания контекста. У нас мы выбираем какой-то фрагмент из картинки и рядом с ним выделяем еще вот тоже 8 фрагментиков, патчей, да, так называемых. И после этого, если, например, человеку дать основной фрагмент и фрагмент контекста, он легко скажет, как они между собой соотносятся в пространстве. Ну, и, собственно, идея такая. Давайте предложим обучить модель, которая будет тоже предсказывать нам положение двух, совместное положение основного и контекстного патча. Здесь обучается нейросеть с двумя входами, по сути, да, то есть, ну, или есть у нас две одинаковые нейросети, вот это как сиамские нейросети, такая из сверточных и полносвязанных слоев прогоняется основной патч, контекстный патч, и в конце их двух этих сетей объединяются и принимается решение, как они соотносятся между собой в пространстве, ну, то есть, решает задачи классификации. Вот, ну, и после этого считается, что мы получаем какие-то хорошие представления, так как нейросеть научилась определять, как два объекта, ну, она умеет, как бы, понимает, как объекты устроены в нашем мире, и, ну, и на самом деле на экспериментах показывает, что они получаются хорошие. В качестве представления здесь понимается вот предобученная какая-то нейросеть, да, плюс фрагмент, которым мы хотим вот нейросеть применить. То есть, ну, там, понятно, берутся какие-то замороженные слои, нам не нужен уже верхний классификатор, который определяет там взаимное положение, да, двух патчей, нам нужен только предобученные вот слои. Ну, и здесь единственное, что в таких задачах сейчас нужны какие-то эвристики, дополнительные хаки, да, чтобы это все работало, потому что, если, ну, и здесь вот в этой задаче, например, два основных, где основных эвристики, это между вот такими фрагментами берутся обязательно зазоры для того, чтобы нейросеть не училась предсказывать, ну, сопоставлять две границы. То есть эти маленькие фрагментики, там, один, два, ну, от основного, они берутся каким-то зазором. И есть еще такой оптический эффект, связанный с тем, что у нас все картинки – это фотографии, и у нас есть смещение цветов от центра к краям, точнее, от краев к центру, и нейросеть тоже это видит, только это не различает. Ну, и для этого вот у нас цвета вот этих патчей, они как-то зашумляются, чтобы нейросеть там легко не понимала, какие фрагменты находятся на краю картинки, а какие в центре. Перейдем к следующему примеру, тоже достаточно простая идея – это, к примеру, постановки задачи, ну, предварительной задачи – это давайте возьмем там фрагмент, картинку, и перейдем ее на 90, 180, 270 градусов, и будем предсказывать угол. то есть решать там задачу мультиклассовой классификации на… ну, задачу классификации с четвертым классом. Вот, ну, и здесь тоже у нас получаются какие-то… естественно, потом мы можем заморозить свои… да, да. А почему только на 4 градуса, представляете? Да, да, ну, это… ну, типа, на любом углу. Это было экспериментально. Ага, окей, хорошо. Там были эксперименты, на самом деле, с регрессией, вроде не пробовали, ребята, а вот они пробовали поворачивать на разные углы, от 45 и 30, 45, и вот получилось поэкспериментально, что работает лучше всего, когда поворачиваешь на 90 градусов, на самом деле, как бы, не обязательно на 90, да, можно и другие, но вот так работает лучше. Просто качество потом на задачах последующих уже… Ну, представление уже путалось. Я думаю, здесь просто… недообучились, ты говоришь? Мне кажется, да. Не знаю, это странно, что… Вот, если только на 4 угла поворачиваем, то работает, а если на 20 углов, то не работает. Ну, здесь в этом подходе есть такой нюанс, то, что это не всегда работает, потому что некоторые картинки, ну, у них нет, как бы, правильного положения в пространстве, по ним там трудно понять, да. И здесь вот интересный факт, что когда мы решаем эту задачу, например, нейросети научатся еще сегментировать, там, голову, объекты или что-то такое, там, какую-то вот головную часть, потому что, ну, вот, она именно следит, как повернута голова относительно всей остальной картинки, и помимо того, что она там предсказывает, с помощью этих представлений там хорошо предсказывается угол, понятно, она еще может там сегментировать там голову объекта. У меня есть здесь несколько догадок, террозамечаний. Первое. Почему учится 90 градусов хорошо? Потому что вот здесь голубенький, такой средний слой, написано «convolutional net» — сверточная сеть. А фильтры в сверточной сети, они настраиваются, нехорошее слово, да, так, что информативными признаками являются уголки. Если вот вы вспомните, особенно там старые библиотеки по сверточным сетям, выделение признаков, флекс, чего-то там флекс какой-то, когда была библиотека, там все делалось фактически на уголках, на уголок, естественно, это штука, которая там особенно хорошо поворачивается на 90 градусов. Вот это раз. Два. Интересно вот, что фактически вот то, что Вадим говорит, да, это, особенно на предыдущем слайде, это обобщение, да, двух вещей авторегрессии. Вот, то есть у нас есть два понятия. Первое — сам объект, как элемент выборки. И второе — отношение между объектами. Вот, но вот в данном случае это не смещение по оси времени, да, а это какое-то смещение по пространству. Если, например, в задачах прогнозирования, мы авторегрессионное прогнозирование каким образом делаем, мы берем и временной ряд прямо разбиваем случайным образом, вообще случайным образом, да, на сегменты, вот, строим авторегрессионную модель, и она классно работает. И мы даже делали с третьекурсниками эксперименты с разными способами разбиения временного ряда на сегменты, там, регулярный, с окном, с двигом, просто случайный, и получали примерно одинаковое качество предсказания, там, даже на случайном разбиении. Ну, вот, здесь отношения порядка не полные, как на временной шкале, на линейной, да, а, ну, вот такое, да, частичное по иксам и по иксам. Мысли, конечно, про необучение границ, она довольно интересная, вот. Ну, вот, если даже просто, я думаю, случайно разбивать на квадратике изображение, то будет дело. Третье, вот, что. Здесь есть еще вот от того, что рассказывал Андрей, от domain adaptation, то есть есть вот синий, это сам кот, морда кота, да, а домен, если ты, Вадим, это называет, как вы его называете, фоном, да? Контекст. Контекстом. А что такое контекст? Ну, я просто не знаю терминологию, знаете, как был, как вордковик. То есть основной, как бы, и фрагмент, и контекст. Ну, да, сигналы, шум, там, скажем, да, передний план и домен. И, да, это вот третье соображение. И четвертое, конечно же, слушайте, Вадим, надо бы формулу надергать хотя бы. Мы стараемся как-то каждый раз сделать какое-то теоретическое обоснование тех евристик, которые предлагаются, вот, и для этого не хватает там своих или чужих формул, которые делают изложение хотя бы немножко строгим, потому что... Меня заставили формулы Берта выписывать все, придумывать. Да, Андрея заставили формулы Берта все выписывать. Василия Новицкого, да, где-то тоже был, тоже заставили переделывать все изложения. Надо искать, надо искать какие-то строгие конструкции. Вот, ну вот, в частности, вот это сообщение про авторагрессию, я думаю, что наверняка же кто-то до этого допер и... Да, 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 нам будет в конце и там... А, окей, да, извините, спасибо большое, да. Ну, вот, у меня все, наверное, да. Будет еще потом... Да, тут про формулу насчет, но просто есть эти листики, это доказательство того, что они работают, это не в последующих задачах, соответственно... Да, а как бы прям таких вот серьезных обоснований. Ну, в целом, сейчас мы дойдем когда-то до конца, до современных проходов, там будет чуть-чуть построже, пока нет. Сейчас я несколько примеров еще приведу. Селс-сопервыжен – это какая-то форма авторагрессии, но без полного порядка, да. Ну, еще вот пример – это решение головоломки. Тут вообще вот такая более сложная, мне кажется, задача. Выделяется какой-то фрагмент, разбивается, например, эти кусочки перемешиваются, и, собственно, нейросеть потом пытается предсказать, какую перестановку было. Ну, вот, представление, которое можно использовать из таких треней, как бы, там, помимо того, что просто собирать мозаику, можно один фрагмент удалить и попытаться убрать цвета, потом попытаться раскрасить картинку и так далее. И вот если использовать уже такой мульти, ну, в общем, несколько критериев, то есть сеть, которая будет, по сути, несколько головок, то это уже такой, ну, это ансамбли в Cell Supervision, получается, они уже работают лучше, это примерно там два года назад было статус-зарт, в общем, решение. Так, еще пример – это образцы зашумленных патчей, и мы пытаемся отделять исходные от, ну, отделять патча одного изображения от патча другого. здесь у нас пример контекстных кодировщиков, тоже понятная идея, у нас из картинки удаляется какой-то фрагмент, мы пытаемся его предсказать по основной картинке. Соответственно, таких данных можно придумать очень много, ну, и на самом деле такие нейросети делают художникам, и доказано, что они очень хорошо решают эту задачу, показано. Также еще один из приемов – это восстановление цвета. здесь, наверное, там основной результат – это вот сплитбрейн автоэнкодер, он делает следующее, он по одному каналу пытается предсказать другой канал. То есть здесь вот показана картинка, да, там сравнение традиционного автоэнкодировщика и сплитбрейн. У нас в сплитбрейн у нас берется два разных канала и по одному каналу предсказывается другой, после чего они объединяются и у нас в итоге получается снова исходный объект. И дальше, если говорить, у нас есть видео, то в принципе у нас вообще довольно много возможностей как-либо, ну то есть простор для изобретения вот этих предварительных задач и псевдометок он вообще становится огромным. Здесь вот одна из идей – это предсказание движения, предсказание пикселей, которые движутся. То есть у нас есть два последовательных кадра и у нас получается, что если мы будем следить за этими кадрами, как здесь показано, какие-то из них движутся, какие-то остаются на месте в пространстве и мы можем в принципе решать задачу сегментации без разметки. Эта задача сегментации решается довольно плохо, потому что у нас если рыба в воде, например, завихрения какие-то происходят, то есть разметка довольно шумная, но когда у нас много данных, в принципе решается неплохо и здесь не угадывается точность сегментации, но форма объекта довольно хорошо предсказывается. С видео есть еще там понятные другие подходы. Другие подходы, например, тоже вот как я рассказывал про автокодировщики раскрасить итоговую картинку. Есть еще получить точнее представление, предсказать один канал по-другому. Есть еще такой трюк, как мы берем два последовательных кадра и один берем раскрашенный, другой нет и пытаемся перенести раскрашенные пиксели, раскрасить уже второй кадр тоже, перенести как бы с него пиксель. Ну и очевидный еще подход это, ну не очевидный, просто понятный подход это у нас есть видео, давайте попробовать предсказывать, нарежем его на точнее поднем несколько последовательных кадров и попробуем перемешаем их и попробуем предсказать изначальный порядок. Вот, и теперь немножко про современные подходы, у нас собственно сейчас современные подходы, они перешли в сравнительное обучение, contrastive learning и можно, извините, Вадим, у меня опять накопилось несколько вопросов, замечаний, вопрос первый, вам же на четвертом курсе кропотов очень похожие вещи должен читать, правильно? И у него такое изложение скорее формальное или нет? Кропотов вам это читал? Да нет. О чем читал? Про про нейросетки было неформально, вот как Вадим читает, так про кропотов не читал. Что такое было неформально? Ну, прям про вот это не уверен, но имею в виду про нейроны. Но у вас какие-то домашние задания еще должны быть, типа покрасить в зебру или покрасить? А с раскраской может что-то было, да. Было, перенос стиля было. Но это перенос стиля другой совсем. Другая задача. Не совсем. здесь мы пытаемся перенос стиля просто обучались это делать, но как раз прикладная задача уже конкретная была. Здесь с помощью этого один из видов получить все метки, чтобы получить представление, которое можно использовать в последующих задачах. Смотрите, вот вы сказали про предсказание одного канала по другому каналу. Вот у нас есть первые разные системы, там типа циан-маджента-йеллоу-кей или там РЖБ или HSV. Вот. И на самом деле, так как мы работаем в единой все равно цветовой карте, переход между каналами это линейное преобразование, ну вот строго просто умножаем три цвета на матрицу, три на три получаем три цвета три канала, да, и получаем три другие канала из тех, например, что я назвал. Вот. И мы ищем на самом деле мы ищем сейчас, извините, я здесь подтормаживаю, когда мы ищем зависимость одного канала от другого, мы говорим, что у них есть линейная зависимость, то есть так, фактически противоречием вот этой матрицы в России. А я не понял, в чем противоречие? Нет, смотрите, имеется в виду R предсказываем по B, а B предсказываем по G. Да, здесь никакого противоречия нету. Вы сказали, что линейное отображение есть между RGB и каким-то, например, форматом представления картинки. Ну, да, HSV, Hue, Saturation. Между ними есть линейное отображение, а кто сказал, что есть линейное отображение между красным и синим цветом? Ну, как бы, да, здесь мы пытаемся между одними форматом RGB прямо педалом. В одном формате есть разные каналы. Тут, скорее всего, нормально. То есть, там вряд ли есть линейная зависимость. вроде бы у меня, ну, типа, как зависит, сколько красного от синего, ну, это вряд ли линейная зависимость. Нет, ее нет, но хорошо, да. Так, ладно, я что-то здесь запутался. Вадим, извините, я понял ваше замечание, потому что, если разными типами есть линейная зависимость, то, возможно, и между внутри одного типа тоже может что-то такое быть. Я понял, в чем замечание ваше. Да, извините, вот второе было сегментация. Это же кластеризация. Нормально, Андрей, прямо все в кассу. И вы говорите, что вы эти кластера помечаете вот этими красными точечками, я правильно понял, да? Ну, здесь, по сути, идет предсказание пикселей, которые движутся. Окей, то есть, мы предсказываем пластик. у нас объекты на картинке, они двигаются целиком, да, мы предсказываем тот объект, который движется. То есть, у нас есть неподвижный пиксель, есть подвижный, мы пытаемся их найти. Ну, и там даже интересно получается, например, если у нас есть черно-белая кошка, да, если взять обычную сегментацию, ну, если прям хорошая фотография, то у нас, например, выделить только на ней черные какие-то отдельно там не выделить. А если мы вот именно такой метод применяем, ну, и кошка движется, то он выделяет целиком эту всю кошку. Понятно, хорошо, спасибо. Да, про современные подходы. Здесь сейчас немного отошли вот это придумывание вот этих псевдометок, предварительных задач, как бы сейчас решают в основном одну задачу, то есть у нас есть просто есть объект, его берут с какая-то аргументация, там, с картинкой, понятно, но с другими тоже можно, это не важно, берутся аргументация этого объекта, ну, и так у нас для каждого объекта из выборки есть какая-то аргументация, мы пытаемся просто предсказывать на вход модели как бы это два точнее вот этих аргументированных таких-то объектов случайно и мы пытаемся предсказать похожи они или нет, соответственно похожими являются объекты, которые аргументированы объекты, которые созданы из одного, но они похожи из разных. Вот, такая довольно простая понятная идея. Ну и здесь суть в том, что сейчас вот поняли то, что в таких задачах хорошо работает функция потерь, основанная на взаимной информации и почти сейчас во всех современных моделях используют как раз взаимную информацию как взаимную информацию или вот InfoNSE это нижняя оценка взаимной информации как именно это. Взаимная информация это статистическая функция двух случайных величин, которые показывают как бы интерпретируются это как количество информации содержащегося в одной случайной информации относительно другой. да, чтобы чуть-чуть понятнее стало возможно как это именно применяется уже в модели в каких-то донерситях например то есть у нас есть вот внизу я выписал отдельно формулу InfoNSE для задачи определения похожих объектов у нас функция F это какой-то будем говорить что это кодировщик просто X это X плюс это похоже на него а X G это отрицательный пример ну то есть все остальные аугментации других объектов вот ну и собственно InfoNSE Loss он на самом деле похож если у нас в качестве отрицательного примера мы возьмем все один это по сути будет Triplet Loss собственно да давайте перейдем дальше и уже конкретно современные подходы скажу наверное про два самых таких последних извините а что такое аугментация других объектов вот X X в степени G это что такое ну аугментация других объектов X в степени с индексом извините да нет это я ошибаюсь с индексом G в общем должно быть извиняюсь так но здесь XG это у нас смотрите у нас есть начало выборка из n объект да мы для каждого объекта строим аугментацию аугментация ну это какое-то незначительное изменение объекта для картинок нам понятно что все могут представить поворот то есть это вот то что вот это зашумление а это ага зашумление или мы передвинули с лица кошки на хвост кошки нет нет это именно есть изначительный образец и мы его чуть повернули зашумели чуть сдвинули но не то что взяли другое что-то а то есть именно зашумление а не какие-то авторегрессионные вещи, да? Да, это именно за шумлением. Окей, спасибо, да. Вот, и то есть, ну, у нас есть N объектов изначально, и мы сделали там, сколько нам интересно, скажем, для каждого объекта сделали пусть по одному. Да, вот у меня в конкретном примере здесь по одному. И для нашего вот изначального объекта X есть один жительный, это аугментация, которая сделана из самого него, зашумление самого этого объекта, с которым мы сейчас работаем. А X-житы и все остальные, это зашумление других объектов, и они отрицательные примеры. По сути, это вот N, это, если говорить уже про реализацию, это количество, размер батча просто, да? То есть, это вот лоск, который считается уже на одной этом этапе. То есть, у нас там есть, например, 16 объектов, мы делали аугментацию и считали вот такую функцию потом. Так, вроде понятно. Да, Олег, извините, пожалуйста, вот вы, наверное, лучше всего это знаете. Я смотрю вот на эти формулы, да, и вспоминаю то, что писал там Клод Шеннон и вся вот эта большая компания в какие-то там 60-е, даже в 50-е годы. И понимаю, что я не могу указать учебник, но современный, кроме, наверное, теории информации Дэвида Маккая. А есть ли какие-то учебники на эту тему? Да, там есть учебник, откуда берется эта информация. Точнее, не учебник, я знаю, изначально идея, я забыл. Нет, не идея, а именно вот учебник при информации, но современный. И не Маккай. И не старый, то есть там не 80-е, не 70-е годы. Сам еще. Чего? Сам еще. Сам еще. Ага, ну вот, я тоже еще буду вместе. Спасибо, да, Вадим. Да, ну и вот, это вот как раз автокодировщики, модель. В общем, здесь идея такая, это пример применения. Есть такой подход, как к тресте в предиктив кодинг. И это пример его применения для звука. То есть у нас есть аудиодружка, мы ее разделяем на какие-то фрагменты, на куски тоже, на XT-3, XT-2, XT-1, XT. И у нас сначала есть кодировщик, который обычный, который кодирует эту информацию. И, соответственно, сверху у нас авторегрессионная как раз модель, который пытается по всем предыдущим, как бы, сегментам дорожки, участкам дорожки предсказать следующее. Ну и здесь у нас вот, а уже считается взаимная информация у нас между выходом авторегрессионной модели и модели кодировка. Собственно, вот здесь считается взаимная информация. И как раз вот представление, которое мы получаем, это ZT-1. Ну и то есть у нас, по сути, здесь является тоже, если говорить, идти назад и говорить, что здесь является основным объектом. То есть у нас есть, X+, его называют якорным, ну или перевод якорный, и отрицательный. То есть у нас считается для всех вот эти взаимная информация CT и ZT-4, это, по сути, положительные примеры, а для тех, что было до этого, это отрицательный набор. Так, ну и вот contrastive predictive learning, если дальше, ну и такая же идея применима, естественно. Здесь просто очень удобно показать это, например, на аудиодорожке. Почему? Потому что понятно, как это разделение происходит с картинкой. Идея такая же, мы просто берем картинку, как вот Вадим Викторович, вы говорили, разбиваем ее на куски и пытаемся там по нижнему слою предсказать верхнюю или наоборот, или там по правому и левую. Авторегрессионные модели пытаемся предсказать. То есть здесь, конечно, не совсем мы пытаемся предсказать там авторегрессионной модели следующий кусочек или так далее. Здесь вот мы, во-первых, как бы даже не совсем предсказываем, потому что мы как раз считаем между двумя латентными представлениями, авторегрессионные модели и кодировщик, именно считаем взаимную информацию между этим объектом, поэтому мы как бы не совсем предсказываем, просто смотрим, насколько они хорошо с друг другом соотносятся. И на этом мы обучаемся. То есть здесь не пытаемся предсказать, как вот было раньше, если ты говорил о примерах, когда мы придумывали какие-то псевдометки. Там обычно, да, может пытались что-то предсказать по одному, здесь не совсем. Ну и вообще в целом сейчас вот поменялось как раз современный подход, он перешел к вот этому обучению взаимной информации, а не там обучению псевдометок и предсказания одного по другому. И сейчас все развитие идет в этом. Ну и текущий, на самом деле, вот я вынес на слайд, текущий как бы статус арт, это лучшая вообще решение. Simple framework for contrastive learning of visual representation. Ну и здесь на самом деле, да, просто по сути framework на самом деле, здесь нет особо каких-то новых вещей по сравнению с тем, что я рассказал вот про общую модель, да, как она устроена. Если говорить о том, как работает модель, не знаю, кому вот этот и алгоритм, и схему вынес на слайд, ну как удобнее, сначала, у нас там batch, например, мы, получается, каждому объекту применяем, его агментируем, при этом делаем агументацию одного семейства, получаем там X, E, T и X, G, T для каждого объекта. То есть сейчас мы получили уже 2N объектов, но их называют обычно там патчем, 2N патчем. После этого вот мы кодировщикам… Так я не понял, что такое агументация, потому что здесь написано T маленькое на пропорционально T большому. Вот как это читать? Нет, это то, что T маленькое, но как бы из семейства T большое. Окей, из семейства T большое. Агументация из одного семейства. То есть у нас же есть разные типы агументации, например, для картинок, да, если, например, картинок рассматривать. То есть это все-таки сдвиг? Нет, это не сдвиг. Переменная T, что она означает? Ну это, по сути, функция просто. Это функция, которая что, куда отображает, или функция чего от чего. Она как бы отображает изначальный образец, какой-то там другой. Она изошлиляет каналы какие-то, да, модифицирует. Ну, вот эти простые подходы к модификации объектов. Но при этом, если, например, вот X – это какой-то сегмент картинки, она сама, сам сегмент относительно картинки не сдвигает. Да, но она может обрезать ее, может повернуть так, что какие-то кусочек картинки пропадут, но она не сдвигает, да. На самом деле, смотрите, вот можете меня здесь как-то совсем поправить. Я ожидал примерно вот какого обобщения. У нас есть соответствие между какими-то тремя вещами, да? Между авторегрессией, сверткой и преобразованием Фурье. Вот, у нас есть теорема о свертках, теорема Парсивали. И мы говорим, смотрите, мы работаем на плоскости. Вот, и у нас, естественно, есть свертка на плоскости, есть косинусное преобразование на плоскости. Вот, и мы, двигая сегмент, какой-то кусочек картинки как-то по плоскости, да хоть случайным образом, да, делаем свертку и восстанавливаем вот эту самую, ну, авторегрессионную модель. А здесь мы не двигаем, а берем какой-то сегмент, его модифицируем и что-то делаем. И вот это меня сбило с толку. Я вас, ну, смотрите, да, вот. Я понял, но суть в том, что, ну, такими подходами, в целом, занимались. Вот я тут приводил несколько примеров, и здесь, в принципе, где-то применяются авторы, ну, везде почти есть сверточная сеть, где-то применяются тоже авторегрессионные модели. Вот. Но сейчас перешли вообще к другому подходу. Ну, показали, что намного лучше, чем пытаться предсказывать, ну, строить, брать обычные лос-функции, там, классификации, регрессии и предсказывать одно по-другому, да, там, следующий какой-то фрагмент или что-то еще по предыдущему. Лучший строй, взаимную информацию между двумя объектами, ну, и на практике это показало много, там, по крайней мере, сейчас, я не знаю, может быть, ну, сейчас это показывает намного более хорошие результаты. Наверное, полезно, конечно, надо было привести какие-то обоснования. Вот. Но суть в том, что перешли вообще от конкретного, там, предсказания одного по-другому, да, просто вот считают между двумя полученными представлениями, одно, которое, как раз мы потом будем использовать, и другое, это, там, дополнительное представление, считают между ними взаимную информацию, они пытаются предсказать одно по-другому. Ну, смотрите, взаимную информацию считают, давайте, вот, расстояние, вот, давайте у нас F, транспонированное F, это что такое? Это скалярное произведение, которое порождает метрическое пространство, да? Вот. Ну, а F транспонированное X, F от X+, это наша билинейная форма. Мы можем сюда еще какой-нибудь там link matrix поставить, какой-нибудь метрический тензор высобачить, вот, между этими двумя F. Окей, ну, вот мы перешли к метрическому. Ну, то есть это расстояние какое-то, ну, да, я понял. Да, конечно, вот, это функция расстояния. Мы говорим, насколько один объект похож на другой в какой-то метрике. Ну, в целом, просто, да, да, наверное, ну, конечно, да, это в итоге к этому сводится, понятно. Понятно, но просто как-то вот они вот про этот подход, то, что я читал, они не говорят про то, что они, они вот им говорят, что давайте будем считать взаимную информацию между объектами, да, а не пытаться предсказать один по-другому, там, и считать расстояние между ними. Ну, окей, хорошо, ага. Так, да, и вот про этот подход, это, как я сказал, сейчас основной стоит в ЗАР, да, подход, который показывает самые лучшие качества, как он работает еще раз. То есть вот так с агментацией вроде мы разобрались. Ну, в общем, давайте просто говорить преобразование, какое-то простое преобразование изначального объекта, получили пару, после этого применили, собственно, уже там какой-то крыльщик, получили наше представление. Ну, и вот здесь единственная новинка в этой статье, то, что мы считаем нашу взаимную информацию не сразу между двумя предстояниями, а потом еще прогоняем дополнительную нейросеть G, это двухслойная нейросеть, просто, и уже между полученными объектами, полученными после этого объектами, мы считаем как раз представление, мы считаем взаимную информацию. Здесь вот, да, она тоже считается не через скалярное разведение, ну, или можно сказать, через скалярное, только у нас предварительно ЗТ забита, она национируется. Теперь еще немного подробнее, чтобы здесь пока непонятно, на самом деле, мне кажется, это происходит. На самом деле у нас есть, вот, если говорить, теперь можно, наверное, на алгоритм посмотреть, у нас есть батч размера n. Собственно, когда мы провели наше свое преобразование, мы получили 2n объектов. И после этого, ну, из этих 2n объектов у нас есть всего, ну, мы уже с основным образцом не работаем, да, мы работаем только с преобразованными, и у нас есть только для одного преобразованного объекта, есть только один положительный пример, и 2n минус 1 получается отрицательных. Вот. Ну, и здесь у нас как раз дальше используется, уже считается не по n объектам, соответственно, вот этот контрейст и флосс, а по 2n. Ну, и тоже оказывается, что это работает лучше. На самом деле, наверное, основной плюс этого фреймбора, да, это вот метод, потому что он очень хорошо реализован сам по себе. Ну, и здесь, скорее всего, там, инженерное больше достижение, то, что он пока сейчас самый лучший. Не знаю, есть ли вопрос здесь, как это работает. Ага. А что является? Это непонятно про что. На самом деле, да, у нас же есть вот такая задача там предварительная, и нам вообще мы не важно, как хорошо ее решаем. Нам важно, как мы решаем потом какие-то последующие задачи. Ну, и на самом деле, последующая задача для вот картинок, это и вот ждет. И знаете, сейчас вот 7 CLR показывает самый лучший результат. Так, а можно мне еще раз, простите, пожалуйста, можно мне еще раз объяснить? Итак, у нас есть X, это сегмент картинки, да? Вот нижняя часть диаграммы. У нас есть верхняя часть диаграммы, Max-Weiss Agreement, это что у нас, это косинус угла между векторами Z3 и ZG. Окей. Ну, это нет. Это нижняя оценка совместной информации. Где? Смотрите, вот я вижу, pairwise similarity, да? И транспонированное XG поделить на произведение их норм. Да-да-да-да, это мы посчитали только для каждого изначального X, то есть для N объектов. Так, вот еще раз расскажите, у нас есть три функции в суперпозиции, T, F и G. Ладно, G понятно, будем считать, что это какое-то там, не знаю, линейное преобразование, это не нейросеть, потому что она не дает скаляр в конце там, ну, это какой-то автинкуш. Ладно, пусть это будет какое-то вращение пространства. Что такое T и F? Особенно T. Я уже спрашиваю еще раз, пожалуйста, я не понял. Ну, давайте будем считать, что T это просто наложение там гауссовского шума, например. Ну, окей. Наложили один шум, наложили другой шум, получили два других сегмента. Да, ну и так мы сделали для каждого объекта. Понятно? Ну, то есть у нас есть N объектов изначально. Мы наложили на каждый, с каждым мы сделали два преобразования, то есть получили 2 N объектов в итоге. Вот. И у нас для каждого объекта в итоговой выборке из 2 N получилось один положительный и 2 N минус 1 соответственно отрицательных. Вообще, ну, как бы, вот задача сравнительного вот этого обучения. Чем больше отрицательных примеров, тем лучше это показано. И там это обычно ограничено с размером бачи, понятно. То есть там N минус 1 или там 2 N минус 1. Ну, сейчас понятно, да? У нас есть один положительный и 2 N. Если мы тот зашумляем и этот зашумляем, то как мы узнаем, какой из них положительный, какой отрицательный? Ну, здесь просто мы берем произвольный, там определяем. Ну, здесь вот, например, да, на соседнюю картинку, если перейти, у нас есть первая агментация, вторая агментация. И мы говорим, что, ну, первая агментация, она положительная, вторая там отрицательная. Ну, точнее, не отрицательная. Ну, короче, первая это основное, а вторая это положительный пример. Понятно? Окей. А что такое F? Ну, F это вот наша модель кодировщика. Я напомню, насколько помню, там вот ResNet как раз здесь используется. Получение из картинки уже представление. Так, тогда чем отличается F от G? Ну, по сути, это две модели просто. То есть, у нас, нам интересно, именно F мы ее замораживаем, а G уже это как бы какое-то дополнение, как бы, да, чтобы посчитать лучше сам эту лос-пункцию. А F мы потом используем для основной задачи? Да, F мы используем для основной задачи. Блин, вот серьезно, для меня вот эта картинка имела бы смысл, если бы ты была каким-то, ну, вот даже пусть случайным сдвигом по изображению, а, не знаю, вот здесь я потерялся. Ну, ладно, окей, может быть. В смысле, вы хотите просто применить авторегрессионную модель, ну, или какие-то сдвиги, я понял. Ну, конечно, да, но я просто это ожидаю, что, например, окей, вот есть какой-то нос у кошки, да, мы давайте вот этот шаблон, которым нос выделили, вот сюда там подвинем, мы сюда подвинем, или там вот если в правой стрелке мы двигаем по нашей фотографии кошки, да, а в левую стрелку мы двигаем вообще там по соседней фотографии, но по тем же координатам. Но вот в этом-то будет смысл. А если мы просто зашумляем нос кошки, не двигая его, ну, зашумели так и зашумели сяк. А еще, насколько я понял, там не нос кошки зашумляем, а все-таки всю картинку, то есть те агументации на тексте. Это вся прямо картинка. Нет, это обычно все равно все-таки какие-то... Или сегменты. Окей. А, сегмент все-таки. Но с движением имел смысл, потому что это бы относилось бы как к свертке, как к авторегрессии, к фурье, а просто конкретный сегмент зашуметь. Ну, здесь... Ну, да, но тут зашумление не обязательно там может быть разным. Это может быть поворот тоже считаться зашумлением. Вот. Ну, в общем, может быть... Это... Не знаю. Ну, в общем, суть в том, что это на самом деле лучше всего сейчас работает. Ты говоришь, что она лучше работает. То, что... Ну, как... Я не знаю, но... Вопрос, почему и как она работает, скорее. Да. Ну, как... Вот показываю. А почему... Вот так, серьезно. У нас прямо вот чистое шаманство уже пошло там по всем направлениям. Так, мы что-то сделали. Так, примерно приблизительно. И оно работает лучше. Ну, здесь, в общем, вся суть. Это... Она вот... Вот здесь идет в самом вообще сравнительном обучении, да, и в том, как... Ну, и сменилось функции, по сути, от там стандартных. И, ну, показали очень хороший результат. Я вот не вижу... Надо почитать. В смысле, что бы стандартные лосс-функции. А чем вот эта нестандартная лосс-функция? Тем, что она нормирована... Да. Я имею в виду, нестандартные просто... Ну, то, что... Не основные, которые мы используем во всех задачах. Понятно. Что-то... Не, ну, в принципе, под этим логика есть какая-то. То есть мы берем... Берем какой-то сегмент картинки, допустим, это одна и та же картинка, просто по-разному аугментированная, и мы пытаемся научить сеть понимать, что это та же картинка, уменьшая совместную информацию представлений вот этих двух сегментов, по сути, одной и той же картинки. Вернее, одинаковых сегментов, но по-разному аугментированных. Ну, да. Ну, понятно, что смысл есть. Плюс у нас как бы... Ну, здесь... Ну, можно очень много обучающих примеров таким образом получить, да. И... В этом, наверное, тоже своя как бы... Ну, свою роль сыграется, потому что... Ну, понятно, что для таких... Ну, вообще, ладно, давайте я перейду, наверное, уже. Здесь еще есть какие-то вопросы, вроде бы. Давайте вот последний вопрос. Я отреагирую на то, что Томас сказал. Точнее, здесь задам вопрос. Может быть, кто-то видел какие-то регулярные работы. Вот мы официруем, аугментируем, если хотите, какой-то сегмент картинки или какую-то картинку, тем самым увеличим выборку и... Как я сказал, учим распознавать одну и ту же картинку, она вот та картинка в разных... в разных модификациях. Ну, опять вот, мы такое преобнование, такую имитацию называем, инвариантность, да, она сохраняет эквивалентность класса. Эквивалентность в том плане, что все еще та же самая картинка. Вот. И тогда у нас в нашей нейросети, в нашей суперпозиции должна появиться какая-то часть, которая, какие-то элементы, которые будут называться ну, инвариантным преобразованием. Вопрос теперь к уважаемой публике. Кто-нибудь видел работы, в которых сеть, в которых суперпозиция разбивалась строго на две части. Первая часть называется инвариантное преобразование, и мы его как-то можем выделить в отдельную, я не знаю, в отдельный блок. А вторая часть называется ну, само распознавание по признакам. Есть такие работы? Это, наверное, что-нибудь типа мультитосклернинга, когда у нас есть один блок, который работает на все задачи, и он должен в принципе выучивать что-то из инвариантов преобразования. Потом поверх него еще голов с разными структурсикатами. Ну, есть такой подход тут, кстати, пишет. Ну, да, Олег, да, спасибо за идею. Я последнюю очень простую работу видел, такую, но элегантную. Там вот такие преобразования, они представлялись как реабилит трансформацию, то есть инвариантное преобразование это смещение относительно, ну, просто вот плоский перенос, да, вот, а сама модель, это модель, которая вращает, то есть метод главного компонента как-то так. Спасибо, имею в виду вот это. Окей, Вадим, извините. Давайте я, наверное, уже резюмирую и тогда все. В общем, выводы, какие у нас получаются, то когда мы уже без разметки учимся получать хорошее представление, нам не нужна как бы ручная разметка и там особенно большая, да, нам теперь достаточно разметить намного меньше данных, чтобы научиться решать задачи. Но пока с self-supervision есть проблема то, что здесь нельзя так просто там эти задачи, потому что обычно требуются большие вычислительные ресурсы, потому что модели обучаются до какого-то там, до каких-то хороших представлений, только на огромных массивах данных. Ну и последний нюанс, даже не последним еще, но в целом, как я замечал, есть какие-то различные юристики в разных подходах, без которых задачи перестают работать и за этими тонкостями еще хотел сказать. Ну, наверное, пока все. Ну, в общем, да, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Что у нас по плану? у меня есть. Кто-то еще, наверное, сегодня хочет доложиться, потому что много кто не здесь будет докладываться в следующий раз 9-го числа. Это 9-го наше будет последнее занятие. И напомню, что к этому моменту нету двух докладов. Одного доклада еще у Томаса, еще одного доклада у Вадима и одного доклада у Кирилла. Три доклада слушаем, значит, в следующий раз. Так. И смотрите, надо вот что сделать. Надо выложить все слайды. Да, презентацию надо выложить, я постоянно забываю. Каждый раз сейчас приду, выложу и вещи забываю. Они у вас есть, да? Они у меня на Overlite, да. Просто в табличку зайти. Мои есть, я не знаю, за чуши. А, ваши есть, да. Надо всех докладчиков попросить выложить презентации. Это раз и два. Надо как-то собрать вопросы для экзамена со всех. Вот не получилось в течение доклада, наверное, мы будем тогда просить. Давайте я письмо напишу всем об этом. всем. Ну вот предложили коллеги. Я, честно говоря, не понял. Я думаю, у нас же встреча стоит, как раз там обсудим. Олег, Олег. Я не понял, чем он этот вариант не понравился, но почему-то они вот хотят. Нет, давайте Олега выключим, потому что Олег, да, я сейчас выключу. Он куда-то в другой канал говорит. Вот такие, да. Я выключил, выключил. Спасибо. Ну вот, да, и давайте вот две вещи тогда надо написать всем. Вот, выложить презентации и прислать по, я не знаю, там, по два вопроса, которые относятся к основной тематике семинаров. Все. И мы тогда соберемся где-нибудь, ну вот сразу после того, как это было сделано, ну, например, прямо вот на следующем семинаре сделаем список вопросов на экзамен и сделаем экзамен. Как-то так. Окей. Да, тогда надо вот еще что сделать, чтобы проследить, чтобы по слайдам можно было восстановить список литературы. Как-то так. Я думаю, просто надо в письме прям тоже написать, чтобы... чтобы список литературы какого нету, чтобы добавили просто. мне еще очень хочется про доклад Вадима как-то сказать две вещи. Вещь первая, ну, вот такая смешная, шаманская. Я все жду, когда вот это слово евристика, которое, Вадим, у вас был на последнем слайде, оно преобразуется в слово... Экспертная информация. Ну, вот в каком-то плане, да, гипотеза, гипотеза двух видов, либо вида стахастического, да, либо вида детерминированного. Детерминированного прямо вот гипотеза о наличии какой-то алгебраической структуры. И вот здесь, особенно в вашем случае, должна быть какая-то фундаментальная отсыка к работам Эмилии или Амалии, я не знаю, там, Нитер, по физике, я думаю, вы проходили, да? Да, Нитер, да, и симметрия, законы сохранения. А, я понял, понял, да, общий теорема сохранения, с которым выйдет... Это по теоретической механике? Ну, да, по теоретической механике, я, к сожалению, не знаю, в каком курсе. Но есть теорема Эмилии Нитер, и вот у нас должно быть что-то вроде этого. Ну, например, вот там передвинули окошко, передвинули там координаты сегмента по картинке, и мы говорим, так, ну, наверное, вот при этом передвижении у нас картинка либо там как-то изменилась, наоборот, как-то не изменилась, если мы, например, по времени передвигаем, а в пространстве фиксируем. Вот. Но, наверное, если изображение стоячее, то, наверное, ничего не поменяется. Вот как-то так. Ну, вот какое-то должно быть какое-то предположение о симметрии должно быть. Вот. И тогда это не будет эвристиками, а тогда это будет какими-то строгими, не знаю, там, гипотезами о наличии детерминированных структур или там алгебрических структур, но все равно детерминированных, не статистических, которые мы проверяем. Вот и все. Вадим, можно вас все-таки, да, вот мне очень решится попросить как-то вот этот слайд единственный доработать и может быть какой-то примерчик туда бабахнуть прямо ручкой шариковой поверх слайда. Почему это работает? Да, я попробую что-нибудь такое. Спасибо большое, да. Ну, окей, тогда у нас чего все на сегодня. Вот, если все, да, большое спасибо за доклад.